всем привет с вами как всегда александр и я вам расскажу о коляске которая относительно недавно появилась в ассортименте магазина первая коляска моделька у нас называется nordy компания nordy это нидерланды если что а сама модель если я правильно произнес если неправильно произнесу исправьте мне в комментариях она называется f jordy это колясочка в комплектации два в одном сегодня будет рассмотрена давайте сразу технические характеристики двух словах вам ее назову к производитель дает гарантию один год вес у нее с люлькой вот как вы сейчас видите с люлькой она весит 13 4 от 13 1 а сиденьем прогулочным которые уже потом мы поставим 13 и 4 сиденье большое крупное поэтому она немножечко тяжелее получается вся конструкция наклон прогулочного блока мы с посмотрим тоже там 105 75 градусов 105 175 градусов ширина колесная база здесь 60 сантиметров то бишь вы в любой в лифт везде заедете проблем нет люлька кстати крупная 74 на 32 это хороший большой размер и как производитель заявляет максимальный вес ребенка здесь 15 килограмм но на самом деле не парьтесь 20-22 килограмма спокойно выдерживать любые коляски вот это мое личное мнение исходя из практики чтобы что вижу так смотрите начнем изучать с люльки хочу сразу заметить вы наверно уже обратили внимание что она вся из эко-кожи на самом деле не так уж и много производители кто делает полностью из-за к кожи обычно какие-то вставки эко-кожи чем хороша и она практичнее и легко чистить мыть протирать сину и тому подобное не один минус если вы поцарапали то это уже куда-то в отелье восстанавливать кожу еще что-то это сложнее гораздо вот поэтому товарный вид здесь испортить легко но зато очень практично не продувает естественно не промокает с этим все очень хорошо козырек здесь у нас здоровый куда еще больше да эта секция естественно у нас будет использоваться только в теплое время года закрою чтобы она сейчас не мозолила глаза кстати чтобы регулировать здесь козырек здесь очень удобно придумали здесь не нужно две сразу кнопочки нажимать одну красную нажимаем и вот таким образом регулируем кстати обратите внимание здесь вообще двойной козырек расширение скажем так ну можно частично убирать он отстегивается на замочке но благодаря вот этому расширению он очень очень глубокий очень хорошо закрывает и если мы например еще вдобавок будем использовать вот эту вот вот этот бортик видите здесь кстати есть очень хорошее отверстие не отверстие а окошко для того чтобы ребенок за ребенком вы могли смотреть если он спит вы все закрыли вот заглядывать неудобно здесь других окошек нет спокойно видим ему не продувает поэтому все четенько так у нас комплекте также идет накидочка сверху на люльку который у нас вот такой просто затягивается она у нас полностью сделано тоже из эко кожи вот таким образом у нас то все открывается сейчас покажу вам вот то бишь можно вот так вот это все сразу же я тут так вот оставляем все и вот так вот можем полностью открыть если вдруг нам это будет нужно и закрывается когда есть такая опция вполне себе круто так давайте заглянем внутрь что у нас там внутри внутри у нас хороший качественный приятный материал очень мягенький классный матрасик здесь у нас также есть кармашек для чего-нибудь для мамы мама всегда найдет что положить какие-нибудь дополнительные кармашки поэтому лишними они никогда не будут так отстегивается по бокам здесь две кнопочки смотрим что снизу снизу у нас вот здесь эко кожа здесь у нас типа резины по идее если так посмотреть можно ставить на полу нету ножек отдельных как по мне это минус поэтому имейте ввиду будьте аккуратнее когда ставите куда-то на шероховатый какой-нибудь асфальт это будет вероятность поцарапается так теперь давайте посмотрим на прогулочный блок прогулочный блок тут царский естественно он и по ходу и против хода ставится с этим проблем у норде нет никогда так в комплекте тоже у нас есть вот такая вот накидочка из эко кожи тоже полностью хорошо и глубоко закрывает у нас ребенка в непогоду поэтому утеплиться питере уж от ветров спрятаться надо есть такая возможность покупать отдельно не нужно все уже в комплекте так козырек давайте я опущу сиденье до ста семидесяти пяти градусов вот и посмотрим сразу что такое сто семьдесят пять градусов это не полностью горизонтально но почти на козырьке также у нас есть опция открываем два замочка и две дополнительные секции можно одну секцию использовать плохую погоду а когда солнышко и нужно просто тень можно еще и эту секцию открывать здесь такая своего рода москитная сеточка так закрываем но здесь и без этого вы видите козырек большой в этом отношении здесь все четенько здесь не нужно кстати никаких кнопок нажимать просто козырек толкаем или тянем и он будет у нас или открываться или закрываться чтобы поднять спинку нажимаем сзади секундочку все вот у нас 105 градусов не 90 градусов но 90 нам и не нужно это не очень хорошо для спины ребенка поэтому 105 градусов ребенок сильно не завален комфортная нормальная человеческая посадочка пятиточечными ремнями держимся мягкие накладочки есть везде есть перемычка вот такая которую можно если что принципе даже вообще снять так тут у нас есть кнопочка видите пресс написано нажмите и как калиточка можно бампер соответственно откинуть чтобы удобно было посадить ребенка еще из приятного вот эта вот часть она сделана из резины тут пластик поэтому ту часть подножку можно мыть вообще хоть сфере вот и удобно будет все это чистить но я говорил что он реверсивный можно и по ходу и против хода ставить так что касается ручки ручка у нас здесь выполнена из экокожи она регулируется в очень большом диапазоне даже очень маленькие родители и очень высокие смогут для себя здесь подобрать высоту ручки комфортно также у нас есть еще смотрите интересная опция это не сумка вот а как и сумка конечно же но большей степени это рюкзак ну можно естественно и как сумка использовать поэтому тут уже как вам хочется тоже из-за к кожи в комплекте у нас как всегда у норде будет идти дождевичок чик и подстаканник сейчас проверим а скидка еще идет в комплекте не помню этого встроенная в люльку и встроенная в прогулочный блок москитная сетка да я сразу и не не заметил да я думал отдельно идет это здесь у нас получается из козырька да из козырька высовывается у нас москитка поэтому с этим тоже все хорошо собственно комплектация дождевик подстаканник и встроенной москитки больше ничего нет вот такая вот сумочка у нас идет в комплекте здесь снизу полностью резиновое основание поэтому вот она не боится куда-то ее положить на что-то мокрое еще что-то проблем никаких так давайте посмотрим у нас на основании скажем так на раму рам естественно у нас металлическая из моментов по качеству я так любой человек ценит качество и поизучал немножко скажем так статистику этого бренда по поломкам по каким-то гарантийным обращением здесь все очень очень хорошо в этом отношении и достаточно надежной коляски это даже когда вот я щупаешь смотришь все соединения все металлическое все подогнано очень хорошо к сборке у меня вообще претензий нет здоровый багажник здесь единственное вот я не установил до конца боковые сеточки чтобы бортики здесь были закрыты но их можно и не ставить чтобы можно было сбоку что-то просунуть так он большой с большим доступом высоко от земли чиркать вы не будете никогда вот поэтому багажничек здесь вообще 5 баллов колеса у нас здесь резиновые плавность хода у коляски очень хорошие они не просто резиновые они надувные так тормоз мой любимый оба раза сверху и он очень легкий видите не нужно давить передние колеса естественно у нас поворотные с возможностью заблокировать от поворачиваем просто и что преодолеть к это неровность они также надувные колясочка очень мягкая давайте посмотрим на амортизацию вот видите плавность хода здесь просто великолепная и еще что мне понравилось коляска едет тихо когда вот такая убитая дорога я просто точно же такую же на улице немножечко покатал уже клиентскую и потока убитой реально дороге тишина мне очень понравилось как тихо и комфортно она едет но звуки конечно любая коляска издает но поверьте мне это достаточно тихо так давайте теперь ее сложим блочок пока сторонку уберем так чтобы сложить здесь все очень очень просто красную кнопочку нажимаем из двух сторон тянем на себя рычажочки вот так вот все пускаем и прогулочный блок кстати здесь можно вот по ходу движения если мы его поставим одеть обратно но будет тогда чуть-чуть торчать я бы немножечко снимал и так глубже клал она будет чуть более утоплена и получается такая компактная конструкция багажник в принципе почти практически любой машины он поместится поэтому не знаю проблем нет но естественно весь багажник маленькой машине займет но это большая коляска всесезонная вседорожная вот собственно и все так давайте теперь подытожим мое коротенькое мнение по поводу этой модельки для любителей колясок из эко кожи это реально просто находка еще есть бренд anox тоже делает колясочки есть нее версии с эко кожей и собственно ну еще что-то в премиуме там есть немножечко но так в целом раз-два и обчелся самом деле выбор не велик я не фанат эко кожи я больше люблю такую уютную теплую классную ткань мягенькую типа мешковины такой это мое личное но зато вот что касается практичности эко кожа всегда впереди планеты всей частица моется выглядит достаточно симпатичная к кожи вот но легко поцарапать тут как бы ну вот такое вот и в целом по бренду по комплектации по размеру по плавности хода по вместительности что в люльке что в прыгающем блоке у меня в принципе претензий нет стоимость коляски я здесь сейчас называть не буду ссылка в описании внизу потому что цены меняются смысла вам их говорить нет вот но она абсолютно адекватная среди колясочек с эко кожей ну на самом деле их и так немного как я сказал очень неплохое предложение поэтому ссылка внизу в описании если обзор был для вас полезный и интересный вы что-то для себя подчеркнули то ставьте свой царский лайк обязательно подпишитесь на канал а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора коляски для вашего ребенка и всего добра